опа смотрите как выскакивает друзья приветствую александр из москвы прислал посылку в посылке образцы масла amsoil 530 сигнатур серия подписная серия из автомобиля mazda cx-5 двухлитровый бензиновый мотор так также описание коротенькая значит здесь результаты лабораторные по данному маслу результаты измиться ну так покажу вам сейчас обзор каких баночек у у нас будет сегодня на обзоре при формы пэт из этих форм выдувают пластиковые бутылки для напитков очень удобной кстати формы герметичные недорогие можно найти такие на авито или на озоне да на озоне тоже есть так сейчас проверю эталон данного масла у меня есть выставлял его по результатам анализа митса 11 6 щелочное 268 у митса была кислотная так смотрите противоизносных присадок сто семь процентов блин какой-то гликоль полпроцента и вообще не непонятно что это такое откуда это взял так значит кислотная 259 а одностое отличие и 11 6 щелочной также как у митса получилось на всякий случай смотрите наложение спектра красная линия это эталон ранее созданные черные это данный образец то есть видно что спектр полностью совпадает сомнений в оригинальности масла нету ну и можно общем-то приступать к проверке так данные сохраняю и переходим к проверке отработки так как я ранее сказал что это у нас mazda cx-5 полноприводные 19 года с двухлитровым мотором PE-VPS 150 сил общий пробег 42 с половиной тысячи километров 60 процент 65 процентов городская эксплуатация 35 процентов трасса ну и топлива используется газпром нефть и роснефть сотые редко девяносто восьмое так значит смотрите прибор намерил 79 процентов противоизносных присадок опять этот гликоль откуда он и что не могу понять сажа одна сотая процента отлично процесс сгорания происходит то есть вопросов тут нет кислотная 293 и щелочное 61 масло еще полностью живое то есть есть еще у него запас по моющим нейтрализующим свойствам в общем-то все все параметры ну сами видите в норме пробег 7500 к сожалению средней скорости нет но в принципе я бы так наверно оценил с учетом заявленных 65 процентов трассы наверно в 30 километров наверно не менее но так где-то в районе 30 километров ну а далее уже зависит от манеры езды владельца так сейчас покажу что произошло с вязкостью свежая отработка и у вот это чудеса редкая мазда которая лояльно относится не наливает бензину маслом отличный результат 20 процентов разжижения повторюсь считаю это шикарным результатом мотор работать нормально форсунки не загажены все вообще шикарно так не забывайте пожалуйста отметить видео подписывайтесь кто не подписался нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления новых видео и вот прогноз по ресурсу данного масла значит учитывая что нет моточасов и средней скорости но приходится вот апеллировать километрами 11 650 по километражу данное масло посудно выдержать по нейтрированию 16000 и вязкости эти 37500 я прикинул так при средней скорости 30 километров в час по моточасам примерно должно было получиться 388 моточасов но примерно так и заявляет сам amsoil там они пишут на этикетке прямо там 400 моточасов или там сколько-то километров что наступит раньше но вот я думаю что в районе 400 моточасов она и способна выдерживать масло крепкая правда дорогое в данном случае мы имеем дело с исправно работающим автомобилем никаких вопросов по нему нет ни по противоизносным присадкам ничего там все отлично единственное что я не понимаю честно говоря откуда гликоль может какие-то компоненты другие не знаю честно брать не буду что в свежем гликоль что в отработке гликоль какой-то подскок причем граничные значения в свежем 0,5 в отработке 0,4 ну возможно этот образец отличается от того из которого я создавал эталон может быть какой-то компонент поменяли что-то такое там модернизировали чуть улучшили и поэтому вот такая вот картина хотя с другой стороны это может быть в отработке это может быть связано и с сотым бензином да такое бывает в сотых особенно часто гликоль уровень повышенный показывать но тогда остается только вопрос открытый по гликолю свежим но эти масла на пау там наверно многие из вас знают кто использовал у кого электронный щуп эти масла и электронный щуп бывает дурят то есть показывает некорректные значения возможно здесь такая же какая-нибудь ситуация аналогичная значит ну вот такое масло такой автомобиль благодарю александра за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока